Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где, как вы знаете, наверняка каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Также ремарк, что каждый пост можно комментировать, оставляйте ваши пожелания, может быть даже вопросы, фидбэк приветствуется. Готовы, друзья, подстроить контент именно под ваши потребности и желания. Ну что ж, сегодняшняя торговая сессия, главный релиз, на который стоит обратить внимание, это данные по американскому рынку труда. Напоминаю, что статистика традиционно очень важная, потому что через призму состояния американского рынка труда мы смотрим на перспективы американской денежно-кредитной политики. Может быть даже и без non-farm perils сейчас было бы все понятно, потому что на этой неделе Джером Паул, как вы помните, ответственность за монетарную политику Федрезерва удивил все рынки, анонсировал фактически неизбежные, с учетом растущих инфляционных рисков, изменения в курсе этой политики. В частности, подготовил нас к тому, что на заседании, которое состоится 15 декабря, американский регулятор пойдет дальше, ускорит темп сокращения экономических стимулов и, скорее всего, еще больше срежет программу количественного смягчения. Насколько? От 25 до 35 миллиардов, я думаю, что легко может быть. То есть, можем додумать сами, что если это решение будет принято, то на окончательный выход программы из программы количественного смягчения понадобится на несколько месяцев меньше. То есть, она может быть завершена уже в марте следующего года. Соответственно, в июне ФРС решится на повышение процентной ставки. Это, конечно же, перспектива более раннего ужесточения монетарной политики, серьезный фактор роста доллара, который вы должны учитывать в вашей трейдерской активности, в принятии ваших торговых решений. Потому что, если настрой ФРС не изменится, я думаю, что не изменится, и в ходе последующих заседаний мы будем получать все больше сигналов того, что политика будет становиться все более жесткой, доллар на этом будет расти и, соответственно, давить на позиции рисковых инструментов. И, в частности, очень своевременно мы зашли в короткие позиции по паре евро-доллар. Поэтому сегодня мы ждем Non-Farm Perils. Статистика, скорее всего, не разочарует. Я практически уверен, что нас ожидает хороший релиз. Количество новых рабочих мест будет больше 550 тысяч. В целом, эти ожидания основаны на том, что EDP ранее был тоже хороший. И еще один сильный блок макроэкономических отчетов. Количество новых рабочих мест внести из хозяйственного сектора, уровень безработицы, темпы роста заработных плат. Это то, что даст более зеленый свет, скажем так, американскому регулятору как раз в той самой позиции, которая предполагает уже более стремительные темпы сокращения экономических стимулов. Я жду, что сегодня доллар проявит себе во всей красе. Индекс доллара сейчас котируется на уровне 96.16, но закроет деньги выше. Но рост доллара я буду отрабатывать, как и ранее, через ослабление курса европейской валюты. Тем более, что в отношении евро-доллара есть другой фундамент, связанный с ковидом, с ухудшением эпидемиологического фона в еврозоне. Мы с вами фактически еще неделю назад, после того, как Австрия ввела общенациональный локдаун, следили за тем, как стремительно растет количество завалевших в Германии, и уже готовились к тому, что Германия будет следующей. Были правы, друзья, потому что Германия буквально несколько часов назад сообщила и объявила об ужесточении мер социального дистанцирования, жестких мер, связанных с ограничением. Мы из-за распространения инфекции нового штамма. В частности, введены запреты на посещение массовых мероприятий. Самый главный запрет, который точно сейчас очень негативно сказался на настроении домохозяйства, то, что запрещено собираться группами при праздновании Нового года. Германии это еще не конец в плане регионов, которые вводят подобные ограничения. Будут и другие страны, мы к этому должны быть готовыми, друзья. Потому что, к сожалению, ситуация следующая. Новый штамм омикрона распространяется более быстрым темпом, чем ожидалось. И вот, пожалуйста, прецедент того, что этот вирус проник и в США. Как вы помните, ранее Белый дом сообщил о том, что в Калифорнии был выявлен первый случай омикрона. И самый главный здесь нюанс заключается в том, что он был выявлен у человека, который прошел полную вакцинацию. Если реализуются самые главные опасения относительно того, что новый штамм устойчив к, соответственно, вакцинам, это может серьезно омрачить перспективу мирового экономического роста, потому что далее последуют локдауны, ограничения и серьезное падение спроса на все, что имеет к сырью. Это я так вот плавно подвелывался к тому, что у нас рынок нефти, Брэд и WTI, как сделка, тоже пока что в шорт, потому что я не верю в скорое восстановление спроса. Напротив, я сторонник того, что этот спрос будет подорван в самое ближайшее время. И вчерашнее решение ОПЕК довольно странное, мне кажется, страны ОПЕК согласовали и оставили в силе. А прежние условия по росту нефтедобычи в этом месяце, то есть в декабре уровень нефтедобычи должен быть вырасти на 400 тысяч баррель. Это тогда, когда мы говорим о неизбежных, по сути, локдаунах. Ну, допускаю, что все-таки участников энергетического пакта виднее. Я рекомендую, друзья, сохранять в силе шорта по бренду, если торгуете WTI, но понятно, что там корреляция очень высокая между инструментами и движение одинаковое. По евро-доллару сейчас также шорт актуален. Сегодня, кстати, в 11.30 по московскому времени состоится выступление Кристины Лагарта. Может быть дан комментарий о перспективах европейской монетарной политики. Ну, думаю, что никаких изменений все-таки не произойдет. ЕЦБ пока что проявляет завидное упорство в позиции того, что рост инфляции является временным, и поэтому нет никаких причин, чтобы вмешиваться сейчас в происходящее и корректировать рост инфляции путем изменения процентных ставок. Кстати говоря, такая позиция Европейского центрального банка нам и помогает сейчас зарабатывать на снижение евро, потому что на лицо контраст монетарных политиков РС, как вы прекрасно понимаете, я только что это сказал, напротив, уже в одном шаге от того, чтобы ужесточить монетарную политику. Евро, друзья, я смотрю вниз с целями, как и раньше, 1.12 и ниже. Доллар, соответственно, в приоритете длинные позиции. Золото 1773, лоу вчерашнего дня был 1761, цель 1750 актуально. Золото проигрывает, потому что все ждут дальнейших шагов от регулятора, от Федрезерва по сокращению экономических стимулов. Это подстегнет доходности и рост облигаций казначейских, 10-летних, более коротких периодов погашения, неважно. При росте доходности американских облигаций под серьезным ударом всегда находится оппонент в плане защитных активов. Облигация – это золото, потому что золото, как вы прекрасно помните и знаете, не приносит, в отличие от облигаций, ни купонного, ни процентного дохода. И интерес к нему в разы сокращается. Это также доказывает сейчас темпы оттока инвесторов из ETF-фондов, которые ориентированы на золото. В среду, как только мы услышали о позиции Федрезерва о готовящемся сокращении экономических стимулов, из ETF-фондов было выведено более 170 миллионов долларов. Это максимальный темп оттока капитала более чем за год. Поэтому здесь короткая позиция также в приоритете. На этом, собственно, все, друзья. Хорошего вам закрытия недели, хороших выходных. И увидимся в следующий понедельник. Всем пока.